7 сентября 1958 года самолет Ил-14 выполнял рейс 164 из Фрунзе в Москву с промежуточной посадкой в Актюбинске. На борту самолета находились 27 человек, 22 пассажира и 5 членов экипажа. В 2 часа 10 минут по московскому времени Ил-14 совершил промежуточную посадку в Актюбинском аэропорту для дозаправки, после выполнения которой в 2 часа 55 минут вылетел с магнитным курсом в 127 градусов и вскоре занял эшелон 1500 метров. Согласно выданному экипажу прогнозу погоды, по маршруту полета на участке Актюбинск-Уральск ожидалась слоисто-дождевая облачность 6-9 баллов и высотой 600-1000 метров. Дождь, видимость 4-10 километров. В 3 часа 4 минуты командир доложил диспетчеру аэропорта о занятии эшелона 1500 метров и выходе из воздушной зоны аэропорта Актюбинска, а спустя одну минуту об установлении связи с районным диспетчерским пунктом и визуальном полете на высоте 1500 метров. Затем в 3 часа 7 минут экипаж вновь связался с диспетчером Актюбинского аэропорта и запросил свой пеленг, на что через минуту получил ответ 274 градуса. Это свидетельствовало, что самолет находится на линии пути и в 50 километрах от Актюбинска. В 3 часа 11 минут с самолета запросили фактическую погоду в Уральске, на что диспетчер передал. В 3 часа 14 минут диспетчер запросил у экипажа подтверждение высоты и условий полета, на что с самолета доложили. Это было последнее сообщение с рейса 164. В 3 часа 23 минуты диспетчер вновь вызвал рейс 164, но на сей раз экипаж не ответил, а отметка самолета отсутствовала на экране радиолокатора. В то же время радиолокатор показывал необычно сильные засветки, что свидетельствовало о мощных грозовых очагах. По данным метеостанции Новоалексеевка, расположенной в 45 километрах к юго-западу от воздушной трассы, на востоке от нее, то есть в районе трассы наблюдалась гроза, на наличии грозы указывали и многие свидетели. В результате летящий ночью Ил-14 неожиданно для экипажа попал в мощный грозовой очаг. Затем в самолет с левой стороны в лючок подхода к тросам управления левым элероном ударила молния, вспышку которой видели два пастуха в степи. Разряд разорвал и расплавил тросы, а также по ним проник в кабину пилота, где парализовал экипаж или ввел его в состояние шока. Потеряв управление, самолет с левым разворотом и скольжением на правое крыло с работающими двигателями стал снижаться и примерно в 3 часа 18 минут по московскому времени с креном 60 градусов ударился правой плоскостью крыла о земную поверхность. В Мартугском районе Актюбинской области, в двух километрах от воздушной трассы и в четырех километрах юго-восточнее поселка Константиновка и в 80 километрах западнее Актюбинска. При ударе о землю Ил-14 взорвался, а обломки разбросало на расстоянии в 520 метров. Все 27 человек на борту самолета погибли. Члены экипажа, разбившегося рейса 164, были похоронены на северном кладбище города Фрунзе. Расследование причин авиакатастрофы самолета Ил-14 проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. Согласно выводам комиссии, причиной катастрофы стал удар молнии в самолет, на что имеются следующие подтверждения. Наличие грозовой деятельности в зоне полета самолета, пережог и разрыв тросов управления левым элероном произошел от концентрированного воздействия высоких температур. При этом найденные детали самолета, удаленные от места пережога на 10-15 сантиметров, не имели следов воздействия высоких температур. Все произошло настолько быстро, что экипаж даже не успел передать сигнал бедствия. Падение было скоротечным, неуправляемым и с большой скоростью. Экипаж не применял средств, которые бы обеспечивали выполнение вынужденной посадки вне аэродрома в ночных условиях. Имеются свидетельские показания двух пастухов, которые видели вспышку близ самолета, а затем и его неуправляемое снижение. Виновниками происшествия по заключению комиссии явились работники метеостанции аэропорта Актюбинск, которые не указали в прогнозе погоды грозовые явления. Наблюдатель метеостанции Новоалексеевка отметила грозу, но она не сообщила о ней Актюбинской метеостанции, что она была обязана сделать. Также был признан виновным руководитель полета, так как уделял недостаточное внимание изучению метеообстановки и неудовлетворительно контролировал движение самолета. Но так ли это было на самом деле, остается неизвестно. 17 декабря 1976 года самолет Ан-24 авиакомпании Аэрофлот выполнял плановый местный рейс 36 по маршруту Черновцы-Киев. На борту самолета находились 55 человек, 50 пассажиров и 5 членов экипажа. Самолетом управлял экипаж из 377-го Киевского объединенного авиаотряда. Его состав был таким. Командир воздушного судна Юрий Петрович Суховей, второй пилот Виктор Михайлович Козарес, штурман Анатолий Петрович Витер, бортмеханик Григорий Михайлович Сорокин. В салоне самолета работала стюардесса Екатерина Степановна Камашенко. В 20 часов 32 минуты по московскому времени рейс 36 вылетел из аэропорта Черновцы. Согласно имеющемуся у экипажа прогнозу погоды, по маршруту ожидалась облачность с нижней границей менее 100 метров и с верхней 1000-1500 метров. Ветер юго-восточный сильный, дымка, морозь, снег, умеренная болтанка, видимость 1-2 тысячи метров, в облаках и осадках сильное обледенение. Когда же рейс 36 вылетел из Черновцов, видимость в киевском аэропорту Жуляны уже упала до 800 метров, нижняя граница облачности составляла 70 метров, ветер слабый, в облаках сильное обледенение. Авиационная метеорологическая станция проводила частые наблюдения за погодой, но не зарегистрировала момент, когда горизонтальная видимость снизилась менее 700 метров, то есть ниже погодного минимума, а потому диспетчеры управления воздушным движением Киева не были предупреждены об этом. Также в нарушении инструкций с 20 часов 55 минут до 22 часов 10 минут не велась непрерывная регистрация видимости по направлению посадки магнитным курсом 81 градус. К тому же сами экипажи прибывающих самолетов в период с 21 до 22 часов, несмотря на сложные метеоусловия, не запрашивали фактические значения горизонтальной вертикальной видимости в зонах взлета и посадки. Борт СССР 46722 заходил на посадку в аэропорт Киева ночью по курсу 81 градус и с использованием систем посадки ОСП и РСП по командам диспетчера посадки. Имеющаяся в аэропорту система посадки СП-68 была исключена из регламента, так как проходила профилактические работы и облет. Когда рейс 36 выполнял полет от момента до ворота на посадочный курс до дальнего приводного радиомаяка, то диспетчер посадки не вел его по посадочному локатору и не дал экипажу информации, когда тот вошел в глиссаду и начал снижение. В результате Ан-24 начал снижение с запоздания, в связи с чем экипаж был вынужден увеличить вертикальную скорость выше расчетно. На тот момент сложилась ситуация, когда на одном канале связи диспетчера старта и диспетчера посадки управляли сразу тремя самолетами, заходившими на посадку. Команды накладывались друг на друга и глушились. В результате заходящий на посадку рейс 36 дважды запрашивал у диспетчера удаление от взлетно-посадочной полосы, но оба раза его запрос глушился наложением переговоров других самолетов. Между тем самолет уже пересек глиссаду в 2500 метрах от торца взлетно-посадочной полосы и начал уходить под нее, но диспетчер посадки этого не исправил. Продолжая снижаться с вертикальной скоростью 7 метров в секунду, экипаж не доложил диспетчеру о выпуске шасси и готовности к посадке. Проходя высоту принятия решения 100 метров, экипаж не увидел световые ориентиры аэропорта Жулян, но не стал уходить на второй круг. На высоте 35 метров над землей сработал сигнал «Опасная высота». Осознав опасную ситуацию, экипаж через 3 секунды потянул штурвалы на себя, из-за чего самолет испытал перегрузку в 1,9G. Но из-за высокой вертикальной скорости и недостаточного запаса высоты через 2 секунды самолет в 1265 метрах от торца взлетно-посадочной полосы и в 40 метрах правее ее оси врезался правым крылом в бетонное ограждение ближнего приводного радиомаяка. После чего передней левой стойками шасси коснулся земли во внутреннем дворе ближнего приводного радиомаяка. Кратковременно поднялся в воздух, а затем врезался в бетонное ограждение с противоположной стороны. Далее рейс 36 плоскостью левого крыла столкнулся с группой деревьев, после чего врезался в железнодорожную насыпь в 4,5 метра. Выскочил на железнодорожные пути и остановился в 1150 метрах от торца взлетно-посадочной полосы и в 40 метрах правее ее оси. Возникший пожар полностью уничтожил самолет. В авиакатастрофе погибли 48 человек, все 4 пилота и 44 пассажира. Выжили только 7 человек, стюардесса и 6 пассажиров. Причем один из них, в отличие от остальных, не получил травм. Расследованием причин авиакатастрофы рейса 36 занялось Министерство гражданской авиации СССР. Так как самолет полностью разрушился, то комиссия не смогла установить, каково было истинное положение за датчика сигнализатора опасной высоты и почему он сработал ниже высоты 60 метров. Что касается метеорологической службы, имели место серьезные ошибки в работе авиационной метеорологической станции, которая выдавала диспетчерам горизонтальную видимость 700 метров, а вертикальную 50 метров. Но зафиксированная через 30 секунд после авиакатастрофы фактическая погода была на самом деле ниже минимума, а экипаж самолета, заходивший на посадку перед рейсом 36, раньше на 2 минуты и 6 секунд не увидел световые ориентиры аэропорта Киева и принял решение уходить на запасной аэродром Бориспо. Таким образом, можно сделать вывод, что фактическая погода в момент катастрофы была ниже установленного для самолетов Ан-24 минимума 700 метров. Комиссией установлено, что подготовка и состояние здоровья экипажа, а также техническое состояние самолета не оказали влияния на исход полета. Аварийная ситуация начала развиваться после пересечения самолетом, установленной глиссадой, с сохранением экипажем вертикальной скорости снижения выше расчета. На исход полета оказали влияние допущенные диспетчером посадки нарушения НПП гражданской авиации 71, предельные метеоусловия и несвоевременная информация авиационной метеорологической станции аэропорта Жуляны об ухудшении видимости до значения ниже установленного минимума. Причиной катастрофы рейса 36 явилось преждевременное снижение самолета при заходе на посадку, которое произошло вследствие невыдерживания экипажем установленной глиссады, невыполнение маневра по уходу на второй круг при достижении высоты принятия решения, а также нарушение НПП гражданской авиации 71, допущенных диспетчером посадки при управлении заходом на посадку в режиме РСП и ОСП, предельных метеоусловиях. Катастрофе способствовала несвоевременная информация об ухудшении видимости до значения ниже минимума со стороны авиационной метеорологической станции аэропорта Жуляны. 8 июля 1980 года авиалайнер Ту-154Б авиакомпании Аэрофлот выполнял внутренний рейс 42-25 по маршруту Алма-Ата-Ростов-на-Дону-Симферополь. На борту самолета находились 166 человек, 156 пассажиров и 10 членов экипажа. Самолетом управлял опытный экипаж из 218-го Алма-Атинского объединенного авиаотряда. Его состав был таким. Командир воздушного судна 46-летний Алексей Михайлович Кулагин. Второй пилот 35-летний Александр Викторович Быков. Штурман Юрий Константинович Остафьев. Бортинженер 42-летний Анатолий Николаевич Гуров. Проверяющий штурман 52-летний Алексей Яковлевич Якукин. В салоне самолета работали пятеро бортпроводников. В 0 часов 38 минут по местному времени рейс 42-25 вылетел из аэропорта Алма-Аты с магнитным курсом 230 градусов и начал набор высоты. На высоте 120 метров при скорости 320 км в час экипаж начал убирать механизацию крыла, а на высоте 150 метров закрылки были выпущены на 5 градусов, предкрылки на 12, стабилизатор на минус 1 градус, а шасси были убраны. Как неожиданно самолет начал быстрое снижение и сразу появился крен вправо на 18 градусов. Экипаж сразу устранил крен, но предотвратить потерю высоты так и не удалось. Через 113 секунд после начала разбега по взлетно-посадочной полосе, несмотря на максимальную тягу двигателя, лайнер с тангажом 6 градусов на скорости 400 км в час с вертикальной скоростью 3 метра в секунду врезался в пшеничное поле в 3396 метрах юго-западнее торца взлетно-посадочной полосы. Отскочив от земной поверхности и повернув вправо на 8 градусов, самолет пролетел еще 86 метров и рухнул на поле второй раз. Проскользив по нему 63 метра, авиалайнер опять оторвался от земли и пролетел еще 80 метров, а затем упал на землю. В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, самолет упал в овраг глубиной 3 и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага, лайнер развернулся влево на 10 градусов и разрушился. Отделившаяся средняя часть фюзеляжа с фрагментом крыла ударилась о склон и подлетела вверх, после чего пролетев 370 метров, самолет врезался в отвесной склон высотой 8 метров и взорвался. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева, на восточной окраине Алма-Аты, разрушив два жилых барака и четыре жилых дома. С момента отрыва от взлетно-посадочной полосы до разрушения самолета прошла 1 минута и 40 секунд. В результате катастрофы все 166 человек на борту Ту-154 погибли. На земле никто не погиб, но были ранены 9 человек, трое из них были госпитализированы. Расследование причин катастрофы проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. Пилотирование самолета экипажем согласно руководства полетной эксплуатации не привело к выводу и снижению, так как при многократных восьми попытках взятия штурвала на себя срабатывал автомат атаки и сигнализации перегруза. И экипаж, согласно требованиям руководства полетной эксплуатации с целью уменьшения угла атаки и предотвращения выхода на режим сваливания, отдавал штурвал от себя. Характер движения самолета может быть объяснен интенсивным, редко встречающимся атмосферным возмущением, нисходящим воздушным потоком со скоростью до 14 метров в секунду и попутным ветром со скоростью до 20 метров в секунду. Полет проходил ночью в условиях сильной болтанки со взлетным весом близким к максимальным 97 тонн при температуре воздуха 20 градусов по Цельсию и давлении 696 миллиметров ртутного столба с инверсией температуры воздуха по высоте до 30 градусов. По данным метеорологического радиолокатора в 21 час 43 минуты на азимуте 230 градусов и 65 градусов отмечался распад конвективного облака с выпаданием слабого дождя. Удаление переднего края облака от места происшествия составляло 5 километров. Очевидцы показали значительное усиление ветра вдоль пути самолета при взлете. Прогноз погоды с 19 до 22 часов предусматривал облачность 5 баллов кучева дождевая высотой полторы тысячи метров. Верхняя граница 5 километров. 10 баллов верхняя. Мгла. Грозовое положение. Умеренная болтанка. Видимость 10 километров. Ветер 70 градусов 6 метров в секунду. Согласно расчетам Центрального аэрогидродинамического института с момента начала снижения вывод самолета был возможен в течение 14 секунд. Без превышения в среднем допустимых углов атаки. Однако рассмотренный ЦАГИ метод вывода самолета путем выдерживания постоянным угла атаки, близким к порогу срабатывания автомата углов атаки и сигнализации перегрузок, в руководстве полетной эксплуатации Ту-154 не предусмотрен. Испытаниями и практикой пилотирования не подтвержден. Существующая система индикации текущих углов атаки за порогом срабатывания автомата углов атаки и сигнализации перегрузок не позволяет пилоту выдерживать в среднем максимальные эксплуатационные углы атаки. Многократные перемещения колонки штурвала в процессе вывода самолета и снижения при срабатывании автомата углов атаки и сигнализации перегрузок могут быть объяснены отмеченным недостатком указанной системы. Согласно расчетам, угол атаки в конце уборки механизации крыла в условиях аэродрома Алма-Ата составляет 15 градусов, что соответствует порогу срабатывания сигнализации АОАСП. Практически полное отсутствие запаса по указателю сигнализации АОАСП снизило возможность прерывания воздействия нисходящих воздушных потоков. В связи с этим совпадение момента воздействия атмосферного возмущения с концом уборки механизации в данном полете резко ограничило возможности по выводу самолета и снижения. Кроме того, возможности вывода самолета с одной стороны были ограничены срабатыванием сигнализации АОАСП при взятии штурвала на себя, а с другой стороны срабатыванием сигнализации опасного сближения с землей при отдаче штурвала от себя. При этом пилотирование было усложнено отсутствием запаса по высоте и резким развитием правого крена до 18 градусов, который экипажем был парирован из-за воздействия атмосферного возмущения. Интенсивное атмосферное возмущение не прогнозировалось и было неожиданным для экипажа. Методы измерения и прогнозирования сдвигов ветра в вертикальных движениях воздушных масс в зонах взлета и посадки в настоящее время отсутствовали, что не обеспечивает своевременное предупреждение диспетчеров управления воздушным движением и экипажей о наличии указанного явления. После тщательного расследования и анализа комиссия сделала окончательный вывод. Катастрофа самолета Ту-154 явилась следствием воздействия на самолет непрогнозируемого, редко встречающегося интенсивного атмосферного возмущения, нисходящий воздушный поток до 14 метров в секунду, попутный ветер до 20 метров в секунду при взлете, в конце уборки механизации со взлетным весом близким к максимальному в условиях высокогорного аэродрома и высокой температуры воздуха, что не обеспечило безопасный исход полета при действии экипажа согласно руководству полетной эксплуатации в данных метеоусловиях. Испытания самолета Ту-154 с максимально доступным весом на высокогорном аэродроме при высоких температурах воздуха по производству взлета, набора высоты, захода на посадку и посадки, как это было предусмотрено единым перечнем, не были выполнены. Рекомендации были даны на основании только теоретических расчетов. Впоследствии после катастрофы рейса 42-25 на приборной панели всех самолетов появился прибор, оценивающий реальное значение обтекания крыла воздуха. Также была изменена высоты уборки закрылком, а на Ту-154 она проводилась в два этапа. 29 августа 1981 год. Аэропорт Чита. Самолет Як-40 готовится к рейсу 674 по маршруту Иркутск, Чита, Зея, Благовещенск. В состав экипажа входил командир Тюленев. При этом в состав экипажа входил и проверяющий пилот-инспектор Благовещенского авиаотряда, который проводил контрольно-проверочный полет в рейсовых условиях, чтобы допустить командира-стажера к выполнению самостоятельных полетов по данной трассе. На борт Як-40 поднялись 29 пассажиров и 5 членов экипажа. В 18 часов 20 минут по местному времени Як-40 вылетел из Читинского аэропорта и после набора высоты занял эшелон 7800 метров. В 19 часов 42 минуты экипаж находился в зоне Магдагачинского районного центра. Экипаж связался с диспетчером местных воздушных линий аэропорта Зея и запросил информацию о погоде на запасном аэродроме Завитая, на что диспетчер сообщил. Завитая технический годик, погода хорошая. У нас сию видимость 2 километра и может быть меньше. Что-то тянет с реки непонятный туман. В ответ пилот-инспектор ему передал. Меньше не должно быть, чем 200 на 2000. Так как по инструкции для посадки вертикальная видимость должна составлять 200 метров, а горизонтальная 2000 метров, что является метеорологическим минимумом для данного аэропорта. В 20 часов 5 минут в процессе подготовки к началу снижения, экипаж вновь связался с диспетчером аэропорта и запросил погоду. В ответ диспетчер передал информацию, которую хотел было передать синоптик-наблюдатель. Облачность 120 метров, видимость менее 2 километров. После чего посоветовал вновь выйти на связь через 5 минут. Данные погодные условия были ниже метеорологического минимума. Однако тут экипаж проявил самонадеянность и вместо серьезной оценки метеоусловий на аэродроме Зея стал убеждать диспетчера, что после снижения до высоты принятия решения, в случае необходимости ухода на запасной аэродром, имеющийся запас топлива вполне позволяет это сделать. Далее экипаж рейса 674 в нарушении инструкции сказал диспетчеру, что они намерены снизиться до высоты принятия решения, на что диспетчер сказал, что видимость в аэропорту менее 2000 метров. Так как не наблюдается ориентир видимости, расположенный в 2 километрах от диспетчерской вышки, в связи с чем не советует выполнять снижение. Так как диспетчер не имел сведений об официальной погоде за 20 часов 5 минут, потому что наблюдатель авиационной метеорологической станции данного аэропорта его не производил, но при этом видел, что видимость снижается ниже минимума, то он потребовал от наблюдателя выполнить внеочередное наблюдение за видимостью и высоте облачности. Также диспетчер не стал требовать от экипажа рейса 674, чтобы те немедленно прекратили снижение и уходили на запасной аэродром. В 20 часов 8 минут диспетчер позвонил наблюдателю и сообщил, Облачность высотой 260 метров, видимость 2 километра. Не став требовать документального оформления этих погодных данных на соответствующем бланке, диспетчер передал их на борт рейса 674. Эти погодные условия соответствовали метеорологическому минимуму, что согласно им позволяло выполнить посадку в аэропорту Зея. Поэтому экипаж, все еще находясь в зоне Магдагачинского районного центра, начал снижаться с эшелона 7800 метров до высоты 3000 метров, после чего в 20 часов 18 минут вошел в зону Зейского аэропорта. Диспетчер аэропорта разрешил экипажу снижаться до эшелона перехода 1800 метров, указав давление аэродрома 720 миллиметров ртутного столба и разрешил выходить на высоте 1200 метров на схему захода на посадку по магнитному курсу 25 градусов с юга. В 20 часов 23 минуты с рейса 674 доложили о пролете дальнего приводного радиомаяка на высоте 1200 метров относительно уровня аэродрома, в ответ на что диспетчер разрешил продолжать выполнять схему. В это же время с диспетчером вышел на связь экипаж рейса 675, который выполнялся также самолетом Як-40, которого расчетное время посадки в Зее составляло 20 часов 48 минут. Экипаж рейса 675 запросил погоду в аэропорту, но у диспетчера не было оформленной по документам погоды на 20 часов 8 минут, поэтому он был вынужден передать официальную погоду за 19 часов 50 минут, а также только что полученную от наблюдателя в 20 часов 20 минут. Облачность 10 баллов сплошная, слоисто-дождевая, высотой 240 метров, дождь, «Видимость 2000 метров, тихо!» Стоит отметить, что эту сводку о погоде мог прослушать экипаж рейса 674, который при этом не стал запрашивать данные о погоде, а диспетчер, в свою очередь, не передавал им фактические значения видимости и высоты облаков. Высота принятия решения была установлена на 200 метров, и самолет вышел из облаков до ее достижения. Поначалу рейс 674 выполнял заход без отклонений, а экипаж мог видеть огни взлетно-посадочной полосы, поэтому при достижении высоты принятия решения на запрос бортмеханика, «Решение!» проверяющий скомандовал, «Садимся!» и взял пилотирование на себя. Был закат, а на южной части аэропорта в это время стояла низкая облачность, которая в отдельных местах даже достигала земли, шла морозь и дул слабый северо-западный ветер. На подходе к ближнему приводному радиомаяку авиалайнер влетел в облака, но экипаж не стал переходить на полет по приборам, и вопреки здравому смыслу, не видя земли, продолжал снижаться, даже когда сработал сигнал «Опасная высота». В 20 часов 31 минуту летящий в сумерках и в облаках Як-40 врезался в деревья, после чего, потеряв скорость, упал на землю. В 350 метрах от торца взлетно-посадочной полосы и в 125 метрах правее ее оси, а затем загорелся. В результате происшествия погибли пилот-инспектор, командир-стажер и один пассажир. Еще 26 человек, 3 члена экипажа и 23 пассажира получили ранения. Расследование причин катастрофы проводила комиссия Министерства гражданской авиации СССР. После тщательного изучения места катастрофы, а также анализа бортовых самописцев, комиссия сделала следующий вывод. Непосредственное влияние на развитие аварийной ситуации оказали нарушения требований НПП гражданской авиации 78 работниками авиационной метеорологической станции, так как своевременно не были произведены наблюдения за погодой и не был составлен часовой прогноз погоды по аэродромузее. И диспетчер контрольно-диспетчерского пункта не потребовал предоставления официальных данных о погоде за 20 часов 5 минут и не передавал экипажу данных о фактической погоде при входе воздушного судна в район аэродрома. Метеоусловия в зоне захода на посадку не соответствовали погоде, переданной экипажу в процессе снижения сэшелона полета. Фактически в зоне захода на посадку была низкая разорвана дождевая облачность, переходящая в туман. При снижении с высоты принятия решения самолет попал в условия, ухудшающие видимость ниже установленного минимума погоды. В нарушение требований НПП гражданской авиации 78 экипаж не прекратил снижение и не ушел на второй круг, а продолжил снижение с целью установления контакта с земными ориентирами до столкновения с препятствиями. В заключении комиссия указала, что причиной катастрофы явились нарушения экипажем минимума погоды и преждевременное снижение с целью установления визуального контакта с земными ориентирами при заходе на посадку, при неудовлетворительном управлении воздушным движением и метеообеспечении полета в аэропорту Зее. Комиссия также отметила, что метеорологические наблюдения на ближнем приводном радиомаяке с магнитным курсом посадки 25 градусов не были организованы. Они велись с площадки, расположенной у контрольно-диспетчерского пункта в 1200 метрах от торца взлетно-посадочной полосы, откуда район ближнего приводного радиомаяка визуально не просматривался. И образование тумана в этом районе с довольно сложными географическими условиями метеонаблюдателя не могло быть обнаружено. 3 августа 2010 года самолет Ан-24 авиакомпании Котек Авиа выполнял чартерный рейс 9357 по маршруту Красноярск-Игарка. Самолет вылетел из Красноярска в Игарку ночным рейсом. На борту самолета находились 11 пассажиров и 4 члена экипажа. Весь полет проходил в штатном режиме, но при заходе на посадку в аэропорту Игарка в сумерках экипаж столкнулся с плохой видимостью из-за сильного тумана. В результате плохой видимости командир воздушного судна не смог установить визуальный контакт со взлетно-посадочной полосой, но принял решение продолжать заход на посадку, вместо того, чтобы правильно оценить ситуацию и уйти на второй круг. Самолет снизился ниже уровня глиссады, после чего задел верхушки деревьев и в 1 час в 19 минут по местному времени рухнул в 477 метрах от входного торца взлетно-посадочной полосы и в 234 метрах правее от оси полосы. Проехав еще 140 метров от места первого столкновения с деревьями, самолет разрушился и загорелся. В результате столкновения самолета с землей и последующего пожара погибли все 11 пассажиров и одна стюардесса. Командир, второй пилот и бортмеханик получили травмы различной степени тяжести. Сразу после происшествия было возбуждено уголовное дело. Расследование происшествия было начато 4 августа и закончилось 20 сентября. Согласно выводам комиссии Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы самолета Ан-24 рейса 93-57 явилось решение командира заходить на посадку в условиях метеорологических минимумов аэропорта, непринятие экипажем своевременного решения об уходе на второй круг и снижение самолета ниже установленной минимальной безопасной высоты 100 метров при отсутствии надежного визуального контакта с огнями приближения и огнями взлетно-посадочной полосы, что привело к столкновению самолета с деревьями и землей в управляемом полете. При этом эксперты пришли к выводу, что экипаж сажал самолет фактически вслепую. Согласно объяснительным, на данном участке полета командир воздушного судна и второй пилот осуществляли совместное пилотирование воздушным судном и наиболее вероятно оба искали землю, не контролируя пространственное положение самолета по приборам. Кроме того, по оценкам экспертов ведомства, крушению самолета способствовали недостатки в метеорологическом обеспечении данного полета. Неоправдавшийся прогноз погоды на высоте нижней границы облаков видимости и опасному явлению погоды, туману, а также неточная информация о фактической погоде, переданная экипажем за 40 минут до авиационного происшествия. Также выяснилось, что экипаж самолета не имел достаточного навыка посадки в плохих метеоусловиях. Согласно документам, полученным МАК, командир экипажа Николай Козлов только в период с июля 2009 по январь 2010 года участвовал в шести тренировочных заходах на посадку в условиях пурги, тумана и низкой облачности. Однако проверка показала, что в половине случаев данные о полетах были сфальсифицированы. При этом последняя проверка техники пилотирования летчика Козлова в реальных сложных метеорологических условиях проводилась только в 2004 году. Все последующие проверки проведены только в простых метеоусловиях. По результатам расследования, суд признал виновным в крушении самолета Ан-24, рейса 93-57 и гибели 12 человек командира экипажа Николая Козлова и приговорил его к 4,5 годам колонии-поселению. В ходе суда Николай Козлов предъявленные ему обвинения отрицал. По его мнению, виновниками авиакатастрофы стали наземные службы Игаргского аэропорта, сообщавшие ему неверную метеорологическую сводку и давшие разрешение на посадку. Редактор субтитров А.Семкин